МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение месяца фашистам не удалось разбомбить наш железнодорожный мост. Всего было 62 воздушных боя, в том числе солдаты 18-го артиллерийского дивизиона сумели уничтожить 7 юнкерсов и 1 мистер Шмидт. И только при отступлении, через месяц после начала войны, 22 июля 1941 года, наши части взорвали наш Рыбницкий железнодорожный мост. Окончательно советские войска отступили только после 5 августа 1941-го. Во время оккупации немцы восстановили мост, на работы сгоняли местных. Впервые на выставке карта из журнала боевых действий 41-й гвардейской дивизии. Именно ее части сыграли решающую роль в освобождении Рыбницы. Врага удалось выбить к 30 марта, хотя по приказу должны были справиться к 23-му. При освобождении Рыбницы по радио должны были отправить код – 3 девятки. Сохранились воспоминания начальника политотдела Шахова. В них он описывает город в первые минуты после освобождения города. Он обратил внимание, что в Рыбнице практически все здания были разрушены, что дымелась сгоревшая тюрьма, взорван был железнодорожный мост фашистами при отступлении. Но, несмотря на все эти беды, население Рыбницы, оставшееся население, встречало их радостно с ликованием. Уже после обеда 30 марта в городе состоялся митинг, где жители приветствовали солдат-освободителей. Он рассказывал, как их угощали местные жители тем, что у них было. Выставка продлится до середины апреля. На экскурсии записываются школы и детские сады.